Приветствую на своем канале. Сейчас будет такой маленький обзорчик, даже не обзорчик, громкие слова для обзора. Знакомство с различной мелочевочкой такой полезной, которая в принципе необычна и многим многих кого заинтересует. Давайте начнем вот этой вот стуховины. Это у нас переходнички. Переходнички с microUSB на USB Type-C. Это нужная и полезная стуховина. Работает это вот так примерно. Берем microUSB и одеваем. Вот. И получаем кабель Type-C. То есть очень полезная и нужная вещь. Я не сказал бы незаменимая. Заменимая, да. Но маленькая и практичная для тех, у кого есть несколько устройств. Например, два телефона или телефон и планшет. То есть планшет с портом microUSB заряжается, а телефон Type-C. И есть, например, зарядка, из которой торчит один провод microUSB. Ну и вот с помощью этой штуки очень удобно. То есть этой microUSB мы заряжаем планшет. Если нам нужно заряжать телефон, мы одеваем этот переходничок и заряжаем наш телефон. Вот. Маленькая, практичная. Ну и опять же, учитывая, что кабели Type-C дороже, чем кабели microUSB, ну примерно в два раза, то удобнее и выгоднее купить такой переходничок, чем полноценный кабель. Вот. Ну не будем сильно задерживаться. Далее. Далее у нас тоже штуковина, которая связана с Type-C. продолжим. Это у нас такая штука. Это у нас такой адаптер. Ну, в принципе, даже можно называть его тоже переходником, потому что с одного USB на другой USB. То есть, так сказать, нового формата на старый формат, старого на новый. То есть, с этой стороны у нас присутствует USB, USB-A, если не ошибаюсь, так назывался. Ну, полноразмерный обычный USB. Правда, версии 3. 3.1 даже. Или нет, 3.1 это у нас Type-C. Ну, в общем, видите, синий, то есть USB-3 на Type-C. То есть, опять же, мы можем сюда подключить полноразмерный какой-нибудь кабель и воткнуть его в современный порт Type-C. Ну, также мы можем использовать данный уже не переходник, а адаптер как адаптер on the go. Ну, то есть, соответственно, втыкаем мы, например, в телефон и получаем полноразмерный USB 3.0 разъем для подключения, например, флешки. То есть, мало того, что подключаем флешку к телефону, еще и в версии 3. То есть, скорости у нас, соответственно, будут достаточно хорошие. Вот такой вот переходничок или адаптер. Даже два в одну. Вот. Давайте двигаться дальше. Ну, это, в принципе, подобная же штуковина фирмы Vention. Тут даже есть защитный, защитное поле. Можно проверить на оригинальность эту штуковину. Ну, такой серьезный, серьезный адаптер. Это у нас известный уже, известный многие, проверенный многими. Это у нас переходник, ну, тут же on the go, только микро-USB и на обычный разъем USB версии 2.0. Так. Отрезали. Ну, запаковано, да, на славу. О, так. Сортификат даже есть у нас тут. Вот. Ну, это производство. Ну, вообще, круто. Можно даже постереть, проверить на оригинальность. Вот такую венчин. Вот. Ну, а здесь все у нас классика. Вставляем микро-USB. Ну, например, смартфон. И потом втыкаем, например, флешку, мышку, клаву, что угодно и пользуемся. Вот такой венчин. Далее, далее. Ну, продолжим про Type-C. Есть вот такие кабели Type-C. Как утверждают те, что мне предоставил данные кабели, это кабели не Xiaomi, прям вот, Xiaomi. Прям не те, которые прям в комплекте идут. И как бы не написано на них, что они Xiaomi, Xiaomi. То есть, голые, как бы, без опознавательных знаков. Но то, что вот эти кабели, это как как те, что идут в комплекте Xiaomi. То есть, качеством не хуже. Проверить я это не проверял. Ну, вот так вот. Белые кабели, недорогие, Type-C. Ну, может быть, кому-то это дело надо. Кто хочет, так сказать, дешево и сердито, то милости простут. Вот. И последнее на закусочку, наверное, самое, на мой взгляд, интересное. Это вот кабели. Вот такие. Ну, двух даже в осветках они существуют. Я вам хотел показать. Есть черные, есть белые. Ну, давайте, наверное... Ну, белые, наверное, будет более видно детали. Так, ну, тут рассказывается сзади, что материал тут хороший, тут все отлично. На ощупь, он, кстати, приятный. Коннекторы у нас позолоченные. Проверяли у нас в течение 48 часов эти кабели. в общем, все-все-все-все-все-все-все у нас тут с ними отлично. Вот. А теперь в чем их изюмниках, кроме как бы качества изготовления. Вот. Ну, действительно, по качеству изготовления претензий нет. Они такие необычные. Вот. Ну, это тактильное только можно, наверное, как-то передать только на ощупь. Да, действительно, они приятные. Такие приятные. Хочется... Ну, вызывают приятные ощущения и как-то ощущение того, что это не дешевые. Дешевый кабель, а какой-то достаточно хороший и приличный. Вот. А в чем их изюминка? Это вот в чем. Ну, во-первых, уже многими известный разъем стандартный USB-A, но двухсторонний. То есть, можно его втыкать любой стороной. Вот. То есть, в порт USB мы можем воткнуть его абсолютно любой стороной. Продемонстрировать... На чем же вам продемонстрировать? Сейчас возьмем чего-нибудь. Так. Вот у нас есть, например, вот такой зарядник. Вот. следим за руками. Втыкаю его вот так. И теперь разворачиваю, втыкаю его с другой стороны. Ну, все нормально. Входит и выходит. Вот так он выглядит. Очень удобно пользоваться. но это не все. Этот кабель-то мы знаем, что есть такие. А тут еще с другого конца разъем microUSB. И он тоже двухсторонний. Это не Type-C. Видно, он не видно. Это microUSB. но двухсторонний. Можно также втыкать его любой стороной. Продемонстрирую вам это дело на примере. А, хотя даже зачем далеко ходить? У нас же есть вот такой переходничок. Вот. С microUSB. Видите, контактная площадка она снизу находится. Вот. Ну и опять же пробуем этой стороной. О! Есть. Разворачиваем. Пожалуйста. И этой тоже стороной. вот. То есть очень-очень интересно. Абсолютно двухсторонний кабель. Абсолютно самый распространенный кабель. Кабель USB, microUSB, ну, в данный момент это самый распространенный кабель. Кабель. И в двух сторон оба порта, оба вилки имеют двухсторонний вариант. То есть в полной темноте например, либо в суете по-быстрому. Этот кабель просто незаменим. То есть его не глядя, вот не глядя всем тем, кто привык наверное жить и пользоваться кабелем microUSB. Ну, знакома ситуация, что нужно вот, да, какой он там, да, вот так его втыкать. Вот, с данным кабелем таких проблем нет. То есть схватили, воткнули, воткнули, неважно, не смотрим как мы вот, то ты о, дырка, все, засунули, засунули, тут засунули, засунули, все. Хоть закрытыми глазами, хоть среди ночи, хоть на бегу, перепутать невозможно. Поэтому это, конечно, большая изюминка и главная фишка этого кабеля. Вот. Ну, и плюс к тому, хотел бы уже так, если мы уже я так расхваливаю данный кабель, то хотелось бы его протестировать. Ну, на пропускную способность, то есть возможность его зарядки. Ой-ой-ой, что-то там упало. То есть, как всегда, берем наш тестер, проверяем в холостом режиме сколько у нас. Сейчас двушку поставлю. Ну, то есть, вот, в холостушку у нас идет 2 ампера. Так. Теперь попробуем использовать данный кабель. Так. Встыкаем его. Ну, Нормально. 5 вольт, 1,9 ампера. Ну, отличный результат для, ну, на основании тех, кто помнит, вот, пожалуйста, помнит мой обзор и большое тестирование кабелей микро-USB, то помнит, какие там были удручающие результаты. и этот результат, ну, почти вот ровно 5 вольт и 1,9 ампера, это очень-очень-очень-очень солидный результат. Вот. Ну, опять же, не забываем, длина у нас тут приличная. если не ошибаюсь, это у нас метровый кабель. Сейчас проверим за кадром. Ну, да, метр. Вот. Так что, так что, считаю, что это просто супер, супер находка, супер кабель и вообще, то есть, я на самом деле удивлен, поражен, и поэтому вот среди вот этой мелочи, конечно, этот отдельно кабель, наверное, не заслуживает полноценного обзора, но вот в таком вот миксе, в таком вот мультиобзоре я попытался максимально его вам показать и доказать, что действительно, ну, прям практически уникальный кабель, у которого все хорошо. Двухсторонний, очень качественный материал, приятный на ощупь, пропускная способность, ну, в общем, даже, даже, как бы не к чему и придраться. Крайне, крайне советую, крайне рекомендую к выбору, крайне рекомендую к покупке. Вам же спасибо за то, что посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!